Сегодня Управление автомобильных дорог Волга отмечает 70-летие со дня своего создания. В столицу Чувашии приехали гости из шести регионов страны. Именно по этим регионам, по которым проходит магистраль, называемая в честь Великой Русской реки Волга, и которая находится в ведении управления. Сегодня с юбилеем всех работников организации поздравил и глава региона Михаил Игнатьев. Место встречи дорожников сегодня Чувашский драматический театр. Фойе, рукопожатие и поздравления. Праздник объединяет трудившихся когда-то и работающих сейчас. Управлению федеральной дорог Волга 70. Оно было создано в годы Великой Отечественной войны. Тогда трасса Горький Казань приобрела стратегическое значение. Вглубь страны перебрасывались промышленные предприятия из оккупированных гитлеровскими войсками западных районов. Грунтовые дороги предстояло привести в проезжие состояние. Всего на семь лет старше самого управления ветеран-дорожник Анатолий Садиков. Я работавши 50 лет на дороге, в одном, кстати, месте. У меня в трудовой книжке одна запись только. Дороги, больше ничего. Это большой интервал. Потому что начинали мы с булыжных, торцовых, гравийных дорог. А сейчас большие, широкие автострады. Асфальтированные, бетонные. По современным технологиям построены. Сейчас в ведении управления федеральных дорог Волга 1235 километров трассы в шести регионах страны. Их представители сегодня собрались на торжестве. Каждый, по сути, вносит свою лепту в развитие дорожной сети, которая как кровеносные сосуды связывает и питает регионы, города, села. На стратегических трассах сейчас идет реконструкция и капитальный ремонт, в том числе в границах Чувашии. В этом году вкладывается 5,5 миллиарда рублей на реконструкцию и модернизацию существующей дорожной федеральной сети МСМ-151. Перед гостями хочу доложить, мы в республике практически дороги проложили за последние годы в каждый населенный пункт. Тем самым, вот, с любой точки нашего населенного пункта пассажиры могут доехать до любой столицы практически Российской Федерации. И это очень здорово. С учетом развития дорожной сети развивается потребительский рынок. До 2018 года дороги предстоит привести в нормативное состояние. Они должны стать удобнее и безопаснее. Словом, интересной работы хватит на долгие годы. А коллектив еще не раз может попасть в историю самых разных строек. Если сегодня мы в первую очередь поставим интересы работающих людей в нашем коллективе и будем объединять всех тех людей, которые работают на достижение определенной цели, то мы достигнем результата, на который мы рассчитываем. Дорога, она не только объединяет, она сплачивает людей. И желаю коллективу новых свершений на благо развития нашей страны. Золотым кадрам по традиции сегодня особое внимание. Лучшим награды и фото на память. А руководителю управления именные часы из рук главы региона. Ольга Григорьева, Андрей Шоклев, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова